База, взяли машиниста с живыми оттолкниками, приём! Понял, База, конец связи! Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? У нас... Не лезь, не лезь! Это ты, не лезь! Сейчас полковник тебе всё разъяснит! Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята, это мы! Помогите! А не только учёт, Артём! Ребята, что тут делать? Вот так, добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Чёрт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они во всём отстреляли! Как вы тут оказались? А впрочем, неважно! Ты не представляешь, во что вы влезли! Теперь куда ни кинь, всюду клинь! Ганза! Этого так не осталось! Наблюдать или не позволят! Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Там, как отловали! Люди из других городов! И тут их всех, всех! Женщин, детей! Пошёл, объясню! Всё могу! Отец, что там по железной дороге впереди? Да стой, первого километра, дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдётся? Найдётся! Только торопиться нужно! Они крейсер вызывали! Значит так, мужики! Артём, Санька и моей сейчас такого наворотили! В Москву им сейчас возвращаться нельзя! А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока всё не уляжется! А вы оставайтесь! Слышь, майор! Мои люди к недоразумению на глушилке... Не мне решать, Санька! ...отношений не имеют! Я ни хера не понял, но за ребят буду драться! Конечно! Артём, Аня! Он же наших не бросает! Если мы не верим, то-то! Ладно, спартанцы! Тогда этих за борт и полных вперёд! Артём, пошли, люди! На свежий воздух! Спасибо ребятам, что поддержали! Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил! Двадцать лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны! А на самом деле, Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок! Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всем... Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками! В противном случае будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нём брони навешано! А пулемётом ты? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чём тут он? Это ты всё знал и молчал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, чёрт! Ты как? Порядок? Зарапина! А-а-а-а-а-а-а! Собоищаю я! Пойдёт Артём! Почему Артём? Он эту кашу заварил ему раскрёбывать! Артём, как притормози, прыгай! Но я этого пока отвлеку! Да и что ли я,休м Бориса? Я, я! Некуда там ехать, Бельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так мы просто отъехать решили! От эмоций лишних! А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство. Предательство. Я охренел, паскуда. Меня? Предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит, завербовали тебя. Хозяевом, значит, бежишь. Решили уже, Пётр. Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне, тупо, не заговаривай. Что выводишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам сколько лет служили верой, правдой? Кроме лили? Врагу продался? Да не нас на зла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За Родину, за людей. Понял? Но не ради тебя, книда. Слышал? Сейчас начнется. Я как-то надеялся, что обойдется. Как чего? Паркосовозы каких-то угнали. Из Москвы дёры решили знать. Вот это овер. Больные, что ли? Куда дёры-то? Нечи нифига, кругом. Выдумали о молодёжи. Безякое есть. По три вопроса тебе знать не положено. Да и мне тоже. Эти на паровозе видно знают. Что такое? Валерич, сдаюсь, сдаюсь! Валерич, сдаюсь! Валерич, сдаюсь! Надо быть на чехол! Айда суты! Бываю! Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы справляем ход! Тормоза, геть к черту! Не волнуйтесь, мои люди помогут вам разобраться! Стоять и бойся! На счет три! Ермак, готовься тормозить! Раз! Два! Внимание! Три! Давай! Артем, быстрее! Шутки кончились! Ревота, просьба бойся! Ну все, теперь все доиграл-то! Теперь и тебя, и пригласить твоих! И дочку твою! Как собак бешаные! Пулю, инкювет! Лично, лично тебя пристрелю! И не в затылок! Скотина кровая! Обставить вареньевую! Не стреляй! Не стреляй! Я просто качка, я не стыд! Артем, скорее, нас сейчас клочки разлетут! А-а-а! Держись! Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаются! А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Девушки отдыхают... Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навретли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена геологическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчёт вперёд? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать, проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся, ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Ах, тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперёд. Что ещё за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Если Артём поймает позывные, всё узнаешь. А если нет, то и говорить не о чём. Ты думаешь, этот ковчег все грехи спишет? Нет, но если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Найти место, куда людей из Москвы вывезти. Как Артём мечтал. Врагу всех сдать. Отличная идея. Знаешь, давай пока решать наши проблемы, а не всей Москвы. Ладно. Как там дела, Артём? Не нашёл? Здесь же целый мир. Целый мир, и в нём можно жить. Пока что мы знаем одно. Здесь нормальный фон. Да, дышать можно. А осадки? Ну и что? В Москве-то и дышать нельзя. И? Кто здесь живёт? Внимание, внимание. Ну-ка, ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение. Всем, кто слышит верность присяги. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код. 1-8-1-1-7-10. Ну-ка. Квадрат 1-8-10. Повторяй. Где там? Объявляется общий сбор. Точка сбора. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что всё было не напрасно. И всё изменится. Всё, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это... Это я мигом. Это я не поверил сначала. Надо, Урала, путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Берзю. Ещё лучше. Да ну. А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крэссер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крэссер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Тогда Завроры. Завроры. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный, вперёд! Есть! Пойду, я перешу свежим воздухом, что ли. Ничего себе, маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? О, Хатечка! Ждала того на стрелу в сердце, а получила днебритого мужика пулю, но мимо. Ты точно в порядке? Я ведь тебя знаю. Точно! Хорошо. Продолжение следует...